Найди занятие по душе и тебе не придется работать ни дня в своей жизни. С философом Конфуцием 11-классница Анастасия Сергеева полностью согласна. С профессией определилась еще в пятом классе. Будет химиком-технологом. Я бы хотела свою работу связать с командировками. Я сейчас мечтала посетить Север-Россия и связать это с работой. На вопрос, кто такой каменщик, 70% школьников даже не смогли ответить. Между тем, сейчас это одна из самых нужных профессий. А вот юристов и экономистов более чем достаточно. Тем не менее, среди тех, кто ищет работу, больше всего специалистов именно этого профиля. Сегодня в Самарской области зарегистрировано около 40 тысяч вакансий. Инженеров и технологов требуется в три раза больше, чем менеджеров и учителей. Наиболее востребованы сварщики, токари, наладчики станков. Чтобы человек нашел свое место на рынке труда, важно как можно раньше его профессионально ориентировать, уверены специалисты. Сегодня почти треть самарских школ наладили сотрудничество с предприятиями. Чтобы дети увидели это предприятие, познакомились с теми профессиями. И у них появился интерес к этим предприятиям. Чтобы профориентационная работа шла не вообще, а очень целенаправленно. Те, кто работают сегодня на предприятиях, в основном средний возраст работающих это 44-46 лет. Они уже подходят многие к пенсионному возрасту. Через 10-15 лет они выйдут на пенсию, а их нужно, естественно, заменять, должно быть замещение молодыми кадрами. И потребность сегодня очень высокая. Среди выпускников школ интерес к техническим профессиям растет. Только в этом году почти половина из них пошли учиться на инженеров и строителей. Что касается профессии будущего, эксперты заявляют. Через 5-10 лет самыми востребованными на рынке труда станут специалисты в сфере робототехники, мехатроники и информационных технологий. Алина Чемерис, Артем Сулайманов, События.